Чтобы и дети смогли дойти, и мамочки с колясками. К экопарку на улице Вольского в краевой столице сделают безопасную дорогу. Об этом в рамках выездного совещания сообщила председатель Заксобрания края Ирина Унтилова. В мероприятии также приняли участие исполняющие полномочия главы Петропавловска Евгений Беляев, представители городской администрации и общественности. Поводом для встречи стало коллективное обращение жителей Северо-Востока в адрес Ирины Унтиловой. Документ подписали более 250 человек. Люди отметили, что экопарк на улице Вольского стал любимым местом для отдыха. Но добраться пешком туда непросто. На дороге нет ни тротуаров, ни безопасных переходов. Парк замечательный. Единственное, что здесь не хватает, это пешеходного перехода. А так всё замечательно. Потому что есть детки, которые самостоятельно добираются до детской площадки, и это необходимо для их безопасности в первую очередь. Для людей и для детей очень нужно. Мы постоянно сюда ходим. Вот муж мой сидит, и внук ходит. И я сама хожу постоянно. Очень нравится парк. Пешеходный переход. Мужик? Да, я могу. Обязательно. Там, особенно при перекрёстке, вот когда ходим, входим сюда, в парк, нужно бы для безопасности. Участники выездного совещания все вместе прошли путь от парка до перекрёстка с улицы Савченко, где недавно отремонтировали участок дороги и создали удобный тротуар с освещением. В результате был выявлен ряд недочётов. Подходы к экопарку небезопасны. Отсутствие тротуаров, отсутствие неровностей, которые бы сдерживали скорость движения машин. Всё это приходит к тому, что мамочкам с колясками идти небезопасно. Мы сегодня прошли пешком, там есть закрытый поворот, на котором не видно впереди идющую машину, и машина не видит, соответственно, пешехода. Поэтому риск есть. Ирина Унтилова отметила, что подобные риски необходимо устранять, так как безопасность людей должна быть в приоритете. Ну и потом очень хочется логического завершения того благоустройства, которое было по улице Савченко, для того, чтобы оно завершило весь вот этот комплекс. Тем более, что есть продолжение и проект для инклюзивной площадки в этом экопарке, а это значит, там будут находиться детки с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому вопрос безопасности вообще стоит, в общем, ещё в более знаковом порядке. На выездном совещании была достигнута договорённость, что дорогу к экопарку приведут в порядок. Исполняющий полномочия главы краевой столицы Евгений Беляев заверил, что администрация города предпринят все усилия по ремонту этого участка дороги. Участок дороги в районе экопарка у нас стоит в плане ремонта на ближайшую перспективу. Попробуем его реализовать в рамках федерального проекта безопасной и качественной дороги, национального проекта. Если получится, то, возможно, мы этот вопрос решим в самое ближайшее время путём оборудования искусственных неровностей, путём оборудования пешеходных переходов и тротуара. Если не получится в рамках нас проекта, тогда будем иные варианты продумывать. Но, я думаю, в любом случае мы эту работу проведём и обеспечим безопасность жителей для прохода к этому замечательному общественному пространству. Напомним, решение о строительстве экопарка приняли сами жители. Территория по улице Вольского, 22, стала одним из победителей всероссийского рейтингового голосования в 2021 году. За неё проголосовали более трёх тысяч человек. В рамках программы формирования комфортной городской среды здесь построили детскую площадку с игровыми конструкциями и спортивными тренажёрами, а также площадки для отдыха с освещением и видеонаблюдением. Проложили пешеходные дорожки, провели озеленение. В дальнейшем в сквере планируют построить инклюзивную площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья. Территория экопарка в его окончательном виде составит свыше пяти гектаров.